ребятки всем привет с вами роман шкудер компания force life и специально для наших партнеров компания markets по средам выходит такой обзор рынка криптовалют значит что у нас сейчас по битку не будем долго ходить туда-сюда 26 600 дальше этот уровень стоит многие сейчас говорят то что здесь концентрирована большая ликвидность я с этим согласен но я думаю большая ликвидность еще есть на уровне 25 может даже этот уровень пройти дальше и пойти на 25 посмотрим очень долго уже здесь консолидируется был такой у нас ложный здесь не было такой сильный прям реакции на него поэтому здесь реально ребята 50 на 50 честно 50 процентов вверх 50 процентов нише пойдет ну непонятно смотрится я поэтому пока не лезу я пока наблюдаем можно переключаться на 4 часа веке где-то смотреть уровни ликвидности допустим вот или по здесь вот например 27 там 600 ну как он был ранее до 27 600 здесь были хвосты и вот например нижняя точка это вот это 26 300 но 26 600 где-то вот здесь смотреть что будет происходить какая будет реакция ну то есть пока что мы видим что любое рост очень быстро продавливается вот видите здесь был рост сразу продавили здесь был рост продавили пророс продавили сразу задавливает здесь тоже пытались сразу падение то есть мы видим что есть и сила продавца на данном рынке хотя может все измениться если конечно дадут какой-то импульс на процентов 10 наверх или 8 процентов наверх такой большой свечой такое тоже может быть и такое тоже нужно ожидать если что так здесь конечно вот эта линия у нас не нужна она должна быть здесь поэтому ада пока неплохо реально неплохо 0.35 вот есть 0.38 0.42 но конечно тут внутри диапазона поэтому я посмотрел где-то отсюда хотя если взять что это откат произошел после роста то может и отсюда пойти это неплохая точка для захода жарить тут точно не надо потому что с таких точек когда уже упали шортить плюс рынок сейчас принципе локально он лонговый ну как бы не по всем инструментам понятное дело то есть по адиот локального лонговый а по например по другим там бывать инструментом он более такой либо раньше либо шорт по bnb в принципе тут тоже нормально очень круто стоит хотя видите никак не может вот эту зону 314 пробить наверх постоянно что-то тут происходило здесь была реакция сразу вниз здесь было какие-то ложные пробои постояли постояли вниз потом пошли здесь пытались что-то сделать потом отсюда наверх и 300 там 35 337 уровень с истории и пока что вот она эта консолидация ну посмотрим я бы смотрел где-то от линии тренда возможно там от 300 до 10 90 300 вот отсюда тоже такой хотя можно и чертес рассмотреть как бы со стопом за 300 сколько то здесь вот у нас 317 там если вы туда войти по 314 вообще будет нормально 3 доллара стоп это два процента правильно да не это один процент один процент стоп 3 доллара и можно попробовать даже забрать какое-то движение но сейчас уже ушли чуть далековато от точки так что у нас здесь еще есть дот посмотрим дот ну тоже отходил нормально вниз и уровень чуть ниже в зоне 5 там была ликвидность тут тоже ребята вот зона ликвидности есть 5 и 1 вот точка с которой разворачивали ну или там экстремальная точка разворота 5 и 11 и значит от нее тоже можно рассмотреть но пока что это 527 высоковато цена стоит высоковато цена стоит лучше чтобы было ретари тест но хотя видите сильное падение консолидация нет отката возможно будет дальше падение я бы смотрел 5 или может даже ниже но реально отсюда есть вероятность отскока есть вероятность отскока очень большая ваша упали сильно шортить тут нереально но нецелесообразно это точно потому что в принципе глобально это еще шорт но локально это уже такой раньше и тут может любой момент что-то поменяться плюс было падение я вот такие точки не шорчу шарить нужно с хая где-то или отсюда хотя бы да она упала и шортить ребята это может такое быть когда где-то под уровнем и так далее но пока что это больше смотрится на отскок наверх по эусу тоже подошли почти еще немножко осталось до нижней точки там точно будет какая-то реакция где-то с 0.8 думаю можно даже пробовать будет на отскоке словить там на меньшем таймфрейме если дойдут можно же за переставить например там от 0.81 до 0.79 это я про себя говорю лично вам вы смотрите уже сами какой риск и пробовать просто словить отскок думаю что сразу после еще такого падения такой уровень не пробивается это девяносто там девять процентов один есть один процент шансы что пойдет если там биток конечно задает на минус там 10 то могут я пробить дальше но шансы на это небольшие скажем с первого раза дальше и после отскока могут пробить но думаю первый раз отскок будет эфир на месте все все стабильно я еще тут осмотрел вот этот уровень ребят еще есть вот 1787 вот он неплохой он неплохой хотя реакция виде постояли постояли и ничего не может сделать ну я бы конечно рассматривал где-то снижение в зону 1200-1100 это вот мое такое личное предположение но посмотрим как будет по битку пока что локально здесь красиво но никак не может и среди был еще ложный пробой вот этого уровня может быть еще не ретест будет там 2000 и потом но как-то пока такое ну недельку посмотрим ну да уже так вот тут отскочили в этом пять постояли отскочили и просится еще раз где-то сюда и потом уже возможно возможно вот это как раз 1400 еще ретест но такое оно себе ребята все это я пока не очень хочу лезть в ланге а вот лайткоин тоже откатился и опять начинается слив какой-то тут зона ликвидности здесь хорошие 103 очень классная зона с которой были развороты да ну туда пока дойти нужно еще и плюс еще локально пока мы растем но думаю еще недолго он будет расти холминг у него в августе но и думаю максимум до июня уж может порасти поэтому смотрим 81 например или там 76 и 103 вот зоны ой кстати я хотел поставить снпшку вот это что там снпшка вчера а вчера залили вот это что я говорил вот обратно 1470 и вот вчера был залив от 4200 пока что снп нужно смотреть недельку если неделька сможет там закрыться ближайшие там три дня где-то 4300 будет хорошо если не сможет могут дальше слить но пока эти в такой но обычно такая формация когда такое накопление выходит вниз я вам говорю вот обычно когда вот такой откат консолидируется консолидируется после падения вот этого то есть и потом выходит вниз на глобальном таком перспективе возможно что-то будет но посмотрим если сумеют пойти дальше то тогда можем ожидать там 4600 4800 пока что это о кстати слона 20 пробивает посмотрите о тоже 20 стояли я говорил поджатие я лезть не буду просто видео кто видел можете посмотреть поджатие вниз такое я не торгую вот здесь было красиво а здесь уже когда видите любой хай продавливается и все хаи понижательные смотрите это обычно в пробой плюс смотрите сколько раз уровень был до прошлый мы считаем там он был еще год назад или когда-то вот это вот точка да это было до в июне 2022 и смотрите консолида раз удар два три 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 удара было потом четвертый даже не доходили и все и вот это теперь зона 20 долларов это между 6 20 раз два три ложный 4 5 6 7 8 9 раз это уже шанс очень большой поэтому скорее всего скорее всего если не смеет выкупить обратно думаю нас ждет там 15 возможно даже там 12 это я уже вот в этой точке я уже буду смотреть сам на долгосрок вот где-то зоны начиная 14 и к 8 его там уже вот этот диапазон можно рассматривать на долгосрок это хорошая цифра для такого проекта сильного который там это как бы построено на нем много других проектов есть свои кошельки сеть чисто сеть слона я думаю что вырастет но должна вырасти конечно есть конечно риски свои но рискнуть можно купить там по 10 это нормально это с хая минус ребята 95 процента для такого проекта это нормально конечно если минус 99 бы дали там по 5 доллара это вообще идеально но посмотрим сомневаюсь что это пойдет вот смотрите трон помните говорили сами об уровне 0070 ну и 6 вот эта зона смотрите после него после пробоя можно было торговать дальше на продолжение или брать на пробой например смотрите то есть дали 10 процентов наверх 10 процентов роста безоткатного очень красиво TRX теперь и обратно ждем обратно ретест вот этой зоны тут конечно можно какой-то шарте попробовать быстрый да где-то вот например этом 078 к примеру или 078 с половиной стопом за хай такой ну это локально но если вернется конечно пока что здесь уже заходить не надо могут пойти дальше очень сильно смотрится TRX очень сильно просто сильнее рынка намного шартить такое нужно внимательно и недолго скажем так lumen lumen как обычно тоже вот стоит и плохо поджимает думаю пойдет наверно на 008 и может 0073 вот сюда и там уже это ловить его может стоит а пока что это смотрится плохо честно и ну тоже не учит а тоже даже падение было но смотрится печально если пробивает вот эту зону с импульсом может нужно пробовать даже на пробой шартануть его так в моменте ripple хорошо смотрится ребятка ребятки 041 и 5 вот тут есть уровень и при возврате можно рассмотреть его пока что это range на раньше такой накопление огромное смотреть просто накопление но нам нужно выходить за верхнюю границу на недельки 052 это если вы выйдет на недельки с импульсом перезакросят 055 057 там например воскресенье или когда-то еще там что было у нас неделька закрыты это будет хороший сигнал для продолжения роста и у выход с этого накопления это уже круто кто не хочет рисковать брать от накопления можно подавать просто выход и все главное быть в этой в этом момент на рынке если вас не будет вы просто пропустите это важный нюанс или ждать нижнюю границу диапазона где-то 30 копеек плюс минус 30 там центов 29 30 центов вот тоже можно рассмотреть для покупки пока вот тут лезть долгосрок не надо ну как бы это слишком рискованно можно засесть надолго о смотрите кстати тезис да вот уровень который мы с вами отмечали 091 посмотрите как он стоит да было падение и такой разворот возможно вот сходит как раз еще 077 07 это может быть посмотрим откуда эта зона она такая тоже видите формация откат консолидация ложный к долго постояли и опять выходит обычно такая как это сказать параболическое закругление называется параболическое закругление вот она и обычно это идет на перелог ну посмотрим пока что смотрится реально печально я бы тут не лонговал это точно можно подождать но если лонг то стоп сюда если пробьют из дальше прозвания можно проводить зашортить даже с целью там 07 это вот так вот пока что рынок ребята так себе смотрится лонгов нету я сейчас больше там в кеш сижу то что локально там позакрывал или там у меня есть какие-то точки выхода не много лучше но больше я стараюсь держать кеш но его нафиг честно вам скажу пока что с этот рынок потому что биток да эфир да бенби да все остальное там ну это урон еще более-менее там 95 процентов или 97 процентов всех монет это просто жесть вы сами можете даже увидеть даже вот эос вот там дот даже сильный вот сильный проект дот да и что полка дот завалили пока что может еще это будет какая-то консолидация там осени вот такой range типа будет ходить широкий то есть ну глобально не думаю что будет какие-то прям мощные еще падения возможно разово что это будет но я думаю что уже там прямо будем лететь там на 10 и так далее это все скорее всего уже прошло то есть да вот тут было ведь ложный пробой консолидация скорее всего может пойти там на 25 может даже 22 это тоже вариант все пишут про 20 все может быть но я думаю что ниже 22 не должны ну по по идее не должны но конечно если там будут какие-то если snp будет лететь минус 10 или минус 5 туда может и биток на 20 пойти и на 18 может быть это реально если ничего не будет сверху такого форс-мажора я бы сказал бы то я не думаю что мы прям куда-то там пойдем на 15 на 10 и так далее думаю 22 25 22 это вот такое хорошая будет точка отката это как раз будет там почти 10 тысяч пунктов отката ну доллара вниз 10 тысяч долларов если там 31 на 22 или 21 и дальше посмотрим такое потом ребятки кому понравилось ставим лайки пишите свои комменты всех обнял всем хорошая неделя кто хочет открыть счета и торговать и фьючерсы и крипту и так далее ну и все много других инструментов вот 577 инструмента можете открывать счета по ссылочке ниже получить бонусы всех обнял всем хорошего дня всех профитов пока 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 пока